В соответствии с новой редакцией закона об оружии, винтовки, пистолеты и пулеметы, которые обычно используются во время реконструкции, попали под запрет и подлежат конфискации. Что об этом думают любители истории, узнала Елена Пич. Рассет на ходу? А как же? Сейчас еще и заведем из вредности. Самодельная полуторка с барахлящим мотором теперь единственное, что осталось в Волгограде у военных реконструкторов. В канун годовщины начала Великой Отечественной любители истории горько шутят. Говорят, у нас теперь как в 41-м. Лучше вооружены солдаты вермахта. Им автоматы купили в магазине игрушек. Копии нашего оружия времен войны никто не делает. А весь арсенал клуба изъяли и уничтожили сотрудники регионального управления внутренних дел. Мне сообщили, что у меня все 9 винтовок являются боевыми. Хотя у нас в 2007 году была экспертиза на все эти винтовки, что они являются не огнестрельными. Была проведена экспертиза в Южном федеральном округе. Красноармейцы бросаются в атаку на рвущихся к Волге фашистов. Реконструкция одного из эпизодов контрнаступления под Сталинградом каждый год проходит в центре города на глазах у тысяч волгоградцев. Пиротехнические эффекты и стрельба холостыми. Стреляют даже танки. Любители военной истории были уверены, их оружие, которое прошло так называемую процедуру охолощения, безопасно и законно. Штифтуют стволы в дульной части, в казенной, где пульный вход. Приваривают стволы. Им кажется, что этого достаточно, чтобы оружие приобрело охолощенный вид. Но, к сожалению, в законодательстве нигде у нас не урегулированы эти вопросы. Поэтому получается, что эти друзья-реконструкторы бегают с боевым оружием. Директор Ростовского военно-исторического музея Иван Стреляев показывает, такую же винтовку, как те, что были изъяты в Волгограде, нельзя зарядить боевым патроном. Признается, очень надеется, что на вопрос, является ли это оружие опасным, а следовательно запрещенным к использованию, ответит суд. Волгоградские реконструкторы уже подали туда иск. Если сейчас не разрешится этот вопрос, то под угрозой срыва десятки, я повторяю, десятки мероприятий. Потому что это будет создан прецедент, который неизвестно, как отразится на всем военно-патриотическом движении в России. Будущие актеры с винтовкой в руках разыгрывают сценки в военном музее. С автоматами ППШ стояли возле вечного огня школьники. На волне интереса к истории Великой войны только в Волгограде. В канун знаменательных дат проходят десятки театрализованных мероприятий. И превращенные в макеты оружие тех лет часто атрибут этих представлений. Но законодательством такое использование арсенала 40-х не предусмотрено. Те, кто писал российский закон об оружии, видимо, не предполагал, что сотни любителей военной истории захотят реконструировать сражения Великой Отечественной войны. И что, к примеру, винтовки Мосина, пролежавшие на складах десятки лет, окажутся востребованными. Поэтому сейчас даже специалисты расходятся во мнении, можно ли их считать оружием, если они непригодны для боевой стрельбы. Они по сути своей являются оружием. Они запрещены к обороту. Поскольку состоят они из составных частей боевого стрелкового оружия. То есть, если оружие придено в состоянии непригодности к стрельбе, как само оружие, так и основные части, оно оружием не является. Канун годовщины, начало войны, члены Волгоградского военно-исторического клуба решили все-таки провести реконструкцию одного из сражений июня 41-го. В сценарии заложен пока только рукопашный бой. Елена Пич, Александр Виктинский, Ольга Сухова, Александр Чернецов, Первый канал.